Как мы уже говорили не раз, время от времени надо будет возвращаться, и для того, чтобы разобраться в том, что происходит в сегодняшней главе, нам надо будет опуститься чуточку в прошлые уроки. Есть много о чем говорить на эту тему. Мы начнем очень просто с того, что сейчас сегодняшняя седра, сегодняшняя глава Тора начинается «Лех леха ми арциха, ми муалады тиха, ми бета виха». «Лех леха – иди себе!» Вот так. Правда, это «Лех леха» – это не как у нас говорят «иди себе», знаешь. А вот как говорят, ну, вы знаете, не обращайте внимания, вы идите себе, вот как вам идется, в положительном смысле. Так все вышли, говорит Аврааму «Иди себе из твоей страны ми арциха, ми муалады тиха, из твоей родины, у ми бета виха, из дома отчего своего, из дома отца». Он заканчивает его тем, что он ему говорит, ты уйди от всего этого и пойдешь в ту страну, в ту землю, которую я тебе укажу. То есть, на данный момент он ему не говорит, куда. Он ему говорит только, откуда он должен уйти. Он должен уйти от того, где он сейчас находится. И от всего, что он там находится. То есть, когда мы начинаем разбирать, понимать немножко, что здесь происходит, все вышли, говорит Аврааму, оставь свою землю, свою страну, свою родину, оставь свой дом отцовский и уходи. И уйдешь туда, куда я тебе укажу. Хорошо? «Ве эсхал и гой гадол ва варахаха ва гадла шмеха ва ей браха». «Я тебя превращу в большой народ, и я благословлю тебя, и я сделаю великим твое имя, и будет большое-большое благословение». Вот так начинается наша сегодняшняя глава. И дальше. «Те, кто тебя будут благословить, будут благословлены, а те, кто тебя будет проклятать, будут прокляты. И будут благословлены от тебя все народы земли». «И пошел Авраам, как говорил ему Всевышний, и пошел с ним также его племянник Лот. И Аврааму было тогда 75 лет, когда он вышел из места, которое называется Харан. И взял с собой Авраам сарай супругу, ее звали тогда Сарай, и взял племянника, сына его брата покойного, и взял все богатство, все нажитое, что у них там было, все, что они нажили, будучи там, плюс все в это нефеша, шерасу, бахаран, все души, которые они создали в Харане, вот в этом месте, вышли они все идти, направились идти в Эрц Кнаан, и прибыли Арца Кнаан, прибыли в Кнаан. И когда прибыли в Кнаан, Авраам прошел до места, которое называется Шхен, там есть такая возвышенность, называется Илон Муре, а Кнаани, Азба Арец, а Кнаани, вот этот народ, что называется Кнаани, в то время находится в стране Израиля. Тут мы должны немножко разобраться. Когда мы закончили предыдущую главу, там ничего не написано про Авраама, кроме того, что он сын Тераха, больше ничего. И что они пришли в Харан. Они жили в Ур-Каздим, и потом перешли в Харан. Больше ничего не написано о нем. А как должно было быть? Должно было быть какое-то введение, какое-то предисловие, какое-то что-то. Вдруг начинается глава Лехлыха. Ваёма Рашема Лавраам сказал Всевышний Аврааму Лехлыха, иди себе. И он ему даже не сказал, куда идти. Но что? Он ему сказал, что его ждет там очень большое будущее. И тот спрашивается, что это все подразумевает. И мы знаем, что есть вместе с написанной Торой, есть Тора, которую дали тоже на горе Синаи, удал Всевышний, которая была дана наизусть, устно. И среди этого есть много, что приводится в Талмуде, среди этого есть также, что приводится в Медрашим разных. Там спрашивается во всех Медрашим, где же все, что Авраам пережил до сих пор. Ведь мы знаем, что он принимал большое-большое участие в войне с идолопоклонством. Нет то, что большое участие. А он был единственным, кто воевал против них. Весь народ, все окружающие, включая его собственную семью, его собственного отца, были идолопоклонниками. И его отец был один из крупнейших поставителей всяких поставщиков, всяких идолов, всяких изображений, всяких кукушек. Что это само сердце того, что не любит Всевышний, что Всевышний ему делает плохо, делает ему зло. Это называется «Авода-Зара». «Авода-Зара» это служба чужая, это не наша. Когда мы говорим «не наша», это вообще не людская. Это запрощено всем. Это запрощено иудеям и запрощено всем народам. Поклоняться идолам нельзя. А вот так тогда был мир. Поклонялись то солнцу, то песку пустынному, то горам, то возвышенностям, то ручьям, чему угодно. Я уже не говорю о звездах и луне, и солнце. и у них был вроде бы даже магазин, центральный магазин в этом месте, где они жили, был в их семье, у отца, где продавали всякие вот эти вот фигуры. А Авраам, будучи еще ребенком, разбил все это, зашел в магазин, разбил все это, и он все время кричал, как может быть, кому вы поклоняетесь, что это такое? Взяли кусок камня, выбили что-то в нем, взяли кусок дерева, выразили что-то, и этому поклоняйтесь, вы же сами это сделали. Если мы кланяемся кому-то, это тому, кто нас сделал, кто нас сотворил, кто сотворил все, что вокруг нас, кто сотворил землю, небо, все, все, что между этим, ну, его наказывали за это. Отец ходил, докладывал кому надо, его наказывали, в конечном итоге рассказывает, метраж, его забросили в печку, в горячую печку, очень горячая, но там они плавили что-то. Авраам спокойно прошел там, ничего ему не стало. И потом там упоминается еще интересный случай, что его брат, который должен был быть с ними, но он умер на глазах у отца. Его брат Харан звали его, отец Лота. Как вдруг он умер, что с ним стало? Но это все связано с этим событием. Тут это написано только каким-то намеком или полунамеком, что Вайямат Гаран Алпней Авив Терах, что Гаран умер на глазах у своего отца Тераха, брат Авраама. А не написано больше ничего? Только намек. А что там было? Когда пришли забирать Авраама, по жалобе отца, так началась там буча и Авраам он не то, что не сопротивлялся, он стоял на своем. Они пытались его убедить и пытались его уговорить, чтобы он просил прощения, чтобы он этим дальше не занимался. Он не соглашался на все это. И тогда его забросили в огонь. А во время всего этого спора, во время вот этого вот сцепления в стороне стоял Гаран и говорит так сам себе. Я посмотрю, чем это кончится. Если это кончится так, что Авраам окажется прав, что он выйдет отсюда победителем, так я буду за него, на его сторону уйду. если нет, так я уйду на эту сторону. Ну и когда Авраам выжил, вышел оттуда, цел и невредим, то он говорит, я иду за Авраамом, я с ним, я не буду вам поклоняться никому. Ну так его взяли и тоже забросили в огонь. И в этом огне он таки сгорел. Это, конечно, все говорится так, как будто это выглядит как какие-то примитивные детские сказки. Но в этом нет ничего примитивного и детского. В этом есть очень большие идеи, очень глубокий смысл, очень важные для нас, для нас, потому что это написано в Торе. А Торе, как мы уже не раз объясняли, что Тора это от слова ораа, это указание. О-ра-а. На еврейце говорят ораа мил и мало, указание сверху. Когда мы изучаем Тору, то мы не учим просто историю. Это не в этом заключается смысл Торы. Тора нам дает учение, то есть учит нас как правильно жить. Вот один из примеров, что эти мидраши рассказывают, что было с Игараном, это то, что человек не может быть, не может танцевать на двух свадьбах. или ты за нас, или ты с нами, или ты против нас. Он решил так, ага, я посмотрю, у меня своего мнения еще нет, но я посмотрю, как это будет. Если будет выгодно, пойду сюда, не будет выгодно, не удастся, иду сюда. А вот это вот у Всевышнего не проходит. Всевышний находится не то, что возле нас и все видит, он находится внутри нас. И мы должны всегда это осознавать, что Всевышний и мы это одно целое. И мы должны смотреть на заповеди и на Тору не как смотрят на какие-то указания, по которым мы должны пройти определенное наказание или определенную закалку или тренировку, а это наш мировозгляд. так мы должны видеть мир, так мы должны ощущать жизнь. Мы должны ощущать жизнь именно так, что там, где справедливость, там, где правда, вот туда мы должны тянуться. А лукавство и сомнения всякие и малодушничество это кончается плохо. Но каждый человек рождается со всеми своими невзгодами. Он должен вот эту часть тоже понимать, что он должен перебороть это, он должен побеждать. Вот какая разница между Хаседутом, который открылся там в 17 веке, Хаседут и до того, что было. Ведь несколько, много сотен лет, больше чем полторы тысячи лет евреи, будучи в Галутии, уже существовали, были большие ученые евреи. И вместе с тем не было, и они выполняли туров как надо, как следует. Кроме там того, что мы уже обсуждали что они пренебрегали ученые, пренебрегали неучеными и так далее. Когда мы говорим Хаседут, Балшемтов, Алтаребе, до этого еще Аризал, должны вникнуть в то, что они говорят, в глубину их. А глубина простая. Глубина, что мы являемся частью духовного и частью всех испытаний. Это происходит внутри нас. А как это происходит внутри нас? Откуда это сюда попало? это происходит по той же схеме, что происходит во всем мире. А как появилось это в этом мире, в нашем свете? Это появилось очень просто. Появилось из одного мира переходит это в другой. Там, где есть в первом мире, скажем, называется он Атилут, в этом мире есть десять сферот. Эти десять сферот уже имеют какую-то форму относительно нас это совсем абстрактная форма, это к нам мы не можем себе это представить, но это уже эссер сферот, десять сферот. До этого эти десять сферот были в одном сосуде, то есть их не видели, они не были, не было той формы. Эти силы энергии были, но они были не трансформированы и не определены еще. А до этого было еще выше. Это все происходит на том самому принципу, как человек. Я думаю, что я уже не раз говорил тут, что так же, как если человек хочет знать Всевышнего, он должен знать себя. Познай себя, и через себя ты узнаешь Всевышнего. Потому что схема та же самая. Высший, чем он больше бесформенный, чем он больше неограниченный, чем он больше безграничен, он мощнее, его энергии очень мощные. А когда мы говорим с вами про Ницотсот, Ницотсот, искры Божьи, что это такое? Мы говорим Борур Ницотсот, чем мы занимаемся в жизни? мы должны выбирать вот эти искры и возвращать их к их источнику. А что значит выбирать эти искры, и какой у них источник, откуда они появились, появились так низко, что мы можем их собирать нашей службой, нашей деятельностью. То, что написано с самого начала Брэйшит, Земля же была поразительна и пуста, и тьма над пучиной, а Дух Бога витал над водой. Ну, Дух Бога витал над водой – это ясно, а тьма – это тоже ясно, а вот земля же была поразительна и пуста. Это я никак бы не додумался до такого перевода сказать «тоу». Вовоу – это поразительна и пуста. В Олам-Атоу – это большая степень в Хасидуте, очень высокая, самая высокая, можно сказать. Оттуда, можно сказать, всё начинается. Параллельно на этой земле мы видим то же самое. Так что было в Олам-Атоу? В Олам-Атоу там были очень большие мощности. В чём это сказывалось? Почему они так произошли? Потому что во всём, до самого низа, до нас, существует две степени в каждой вещи, в каждом элементе. Есть две вещи – наружная часть и внутренняя часть. То есть, есть человек, есть его тело и есть его душа – это внутренняя часть. И так во всём. Вся материя во всех мирах состоит из вот этих двух составляющих. Внутренняя часть, что называется Ор. Ор – свет, внутренняя энергия. И сосуд, который её принимает. Так как мы сегодня знаем наш мир, и знаем до Атилут, и включая Атилут, и включая чуточку выше, чем Атилут, так мы знаем, что есть урод в Кейлим, и они устроены так, что Кейлим, сосуды, приспособлены принять вот этот свет, вот эту энергию, которая в него должна войти. А в Ла-Ма-Тоу, в Мире-Тоу, такого не было. Там Кейлим были недостаточно мощными, чтобы принять всю вот эту сильнейшую энергию. И они разорвались. Всё это разорвалось. А терминология человека обыкновенного, как мы, это вот то, что мы знаем, то, что у нас написано в Торе, то, что написано на занятиях хасидизма, то, что наука потом открыла, и говорят, что это был большой взрыв, и большая чёрная дыра, и всё, что там было, очень сильно обратно и абстрактному. Все эти понятия должны быть абстрактными, потому что нашими измерениями мы это измерить не можем. Это совсем другие измерения. Там не было тогда измерения времени. Вот как сказал там свепышний, да будет свет, свет. Так хорошо стал свет. Так у нас появилось измерение светло или темно. Больше темно или меньше темно. Потом земля, земной шар, растения и так далее. А вот как сама материя строилась, как она создавалась, мы можем это смотреть потом снизу вверх, не сверху вниз. Мы не можем начинать сверху. Поэтому вот это правило нужно хорошо помнить. Если мы хотим... Я помню, когда я начинал учить хасидуд, так нам учитель говорил, что люди, которые думают, что они понимают хасидуд и знают что-то, если ты у них что-то спрашиваешь, они тебе пример, пример на что-то, что происходит внизу, дают тебе из верхнего мира. А это сделано наоборот. Это должно быть, что снизу нужно давать пример наверх. И так мы видим этот подход мудрейшего из мудрейших людей, до которого не было такого мудрого, как он и не будет никогда. Царь Соломон, шлома милаха. Во что он превратил связь наших душ со Всевышним? В чем заключается любовь наша к Богу? Он привозит примеры любви женщины и мужчины. И это очень долго. Весь Шир-Аширим устроен на этом. А вы бы видели, как хасидизм это объясняет, как алтаребет. И Талмуд говорит, что Шир-Аширим это самое священное писание, что может быть. Начинался тогда мир вот такой. И постепенно, постепенно появлялась какая-то форма. Форма. Каждое явление формы, неважно насколько она мощная, она все равно очень сильно ограниченная. То есть, если мы сейчас говорим, что есть у нас возможность совершить что-то так и так, так это ограничено вот в этом так и так. Мы можем быть сильными, мы можем быть талантливыми. Докуда мы можем быть талантливыми? Докуда? До Фрейда? Докуда мы можем быть талантливыми? До Ньютона? Да, но это все ограничено. Как все науки. Как все науки. Все науки очень ограничены. Мы в прошлый раз говорили, что в прошлой парше у нас было то, что в ней именно говорится, что на 600-й год жизни Ноха начался потоп. Когда потоп начался, то открылись большие подземные родники снизу, и оттуда вышла вода, и сверху открылись трубы, трубы небесные. Так хасидизм объясняет, что это раскрылась сфера та хухма. Это первая сфера, она очень мощная, которая находится в высоких очень мирах, и та, которая непосредственно имела отношение к нам, она раскрылась, и потом еще четыре степени это прошло, и после этого мы увидели вот эту воду. Сорок дней и сорок ночей. Ударил такой квал страшный. Что на самом деле еще случилось тогда? Внутренний, это снаружи, это все видели. Это наружная, внешняя часть. А внутренний что? Внутренняя часть, что в то же самое время, там написано, это уже Каббала говорит Зоар, что на 600-й год 6-го тысячелетия откроется сфера та хухма, и здесь у нас будет, будет снизу и будет сверху. А что идет снизу? Снизу идут все внешние науки, то есть науки, которые не духовные. А параллельно идут наши внутренние науки, это Тора. Все это заставляет нас и обязывает нас чему-то. Мы должны понимать. Поэтому у нас не очень, не очень спешили в наших семьях отдавать детей во внешние школы, в светские науки. У нас есть своя наука, которая намного выше, внутренняя. Правда, были очень большие, очень большие люди, которые ради того, чтобы каким-то образом повлиять, у них были интересы, им нужно было, им нужно было изучать эти науки. И они их изучали. И они, правда, их изучали так, что знать они знали, но они этому очень мало отдавались. Рассказывали люди, которые учились Рэбе вместе с нашим Рэбе. Был студентом в двух университетах в Европе. В одном он был в Германии, а потом он перебрался в Сорбон, в Париж, когда Гитлер пошел к власти. Это целая история. Начинается она там, что когда ему делали бармицу, ему будет 13 лет, то говорили, как обычно, очень большие вещи говорили, очень глубокие, сложные. И в самый разгар, когда все были воспламены, так это было очень интересно, и вдруг подошел к нему его отец Рэблевик, он был большой каббалист, известный, Рэблевицхук. Он похоронен в Алма-Ате. Он просил ему, дай мне руку, что ты не пойдешь изучать внешние науки. Ребенку было только 13 лет. Рэбе не дал. Но ему не дал, и потом он прошел эти занятия. Две вещи я вам хочу сказать. Во-первых, это очень ему послужило, когда он воспитывал уже других, и не хотел, чтобы они шли, и запрещал ходить в светские школы и науки, особенно в высшее образование. Это было с одной стороны. С другой стороны, он не хотел брать денег для себя, жить с общественной кассы. А как он же 24 часа находился там, где находится? Так с чего же он жил? Он жил, он сам себе зарабатывал. Как он зарабатывал? Он работал советником, конструктором в кораблестроении и в подводных лодках. И мы своими глазами очень увидели не один раз, как приезжали люди с большими чертежами какими-то, свертками, с охраной такой, в штатском все были. И они заходили к Рэбе домой, находились там некоторое время, потом выходили. Есть даже письмо, известное письмо, очень Рэбе, когда он спорил с израильскими главными раввинами. Это было где-то в 56-м или в 57-м году. Они разрешили, разрешили плавание. Тогда вся связь из Израиля была корабельная через море. Они нашли, что можно, можно ехать так, чтобы в Шаббат, можно сделать так, чтобы в Шаббат корабль не заводился и не ехал никак, не плыл, зависимо от человеческого вмешательства. То есть можно поставить на такой автомат, наставить его. Это во-первых. Во-вторых, можно остановить корабль на 24 часа. И вот это они пытались доказать, они разрешили евреям, религиозным людям, отплывать на таком корабле, который находится под еврейским... И там находится обслуживающий персонал евреи. А закон это запрещает. Так они нашли вот, что это можно. Так Рэбе говорит, я не хочу с вами спорить насчет Торы, как закон. Я знаю, что закон тоже это запрещает. Но я хочу вам сказать, с того, что я знаю, а вы, как видно, не очень, что нет такой возможности на корабле, чтобы им кто-то не руководил все время. Все время надо... И Рэбе начал им говорить, какие вещи нужно менять там. Тут нужно масло вылить, а тут нужно залить. А чтобы стоять, это вообще невозможно, потому что он все время есть какое-то движение. И люди к нему приходили свободнее. Ведь те же самые проблемы, что у нас, у маленьких, в кавычках или без кавычках людей, те же самые проблемы есть у больших людей. У ученых людей, у научных людей, у грамотных, у более грамотных. У них же те же самые проблемы, что у нас. Куда они могут здесь обетоваться? Шимон Перес, покойный, президент бывшей Израиля, был у Рэбе. И Рэбе начал им задавать такие стратегические вопросы. Почему уступают тут? Почему мы уступаем там? Неужели мы не знаем, что они замышляют? И каждый раз, когда мы уступаем им землю, что из этого выходит, это их только приглашают на следующий раз. Так он говорит, Рэбе, вы положитесь, мы знаем, все будет хорошо, нужно полагаться на Бога. Так Рэбе улыбнулся и говорит ему, полагаться на Бога, это же моя специальность, моя профессия. Вы же не можете полагаться на Бога. А потом, когда были, потом приезжали настоящие специалисты военные и говорили с Рэбе, они видели, что он разбирается не меньше их. И приезжали тоже. Есть все это записано, но мы сейчас не об этом. А мы говорим сейчас о том, что это все на степень ниже, на уровень ниже. А все происходит там, в духовных мирах. Мы получаем оттуда не цоцот, мы оттуда получаем искорки, которые выпадают. И эти искры, они дают энергию, жизненную энергию всему. И они есть на каждом шагу. Мы не знаем, каждый из нас не знает, где это и сколько их. Ну, есть цифры в Писании. В Кабале есть цифры. Есть большие искры, есть меньшие, есть совсем маленькие. И все это мы нашим трудом, когда мы одеваем тфилм или делаем какую-то митву, мы одеваем тфилм. Дайте эти же самые тфилм человеку не нашей религии, не нашей вероисповедании. Ничего не происходит. Как они лежат на столе, так они будут у него на руке. А у нас это иначе. Вот эта энергия отсюда ударяет куда ей надо. А куда ей надо, чтобы добраться до той искорки, соединиться с ней. Она соединяется с нашей животной душой, с нашим телом и с нашим уделом в мире. Каждый, каждый иудей имеет свой клочок в мире, что он должен это переработать, должен это поднять и вернуть это туда, откуда это пришло сюда. Случилось так, что вот именно вот эти главы недельные, сегодняшние, предыдущие, следующие, следующие несколько глав говорят именно на вот эту тему. Поэтому параллельно вот этой наружной части Торы имеется внутренняя часть, это хасидизм. Хасидизм объясняет, что когда Всевышний сказал Аврааму «Лехлха, иди себе», это тебе «иди и ищи эти Ниццот». И Авраам пошел, пошел, он проходил, там указано, что он три раза принес жертвенник. Раши тут же объясняет. Один раз это было, когда Всевышний ему сказал, что у тебя родится… Нет, он актуал с того, что он ему сказал, вот ты видишь всю эту землю, всю эту страну, это был Израиль, это все твое, это тебе отдано, тебе и твоим потомкам, твоему потомству до конца. И потом сказал он ему второе, он ему сказал… Авраам уже не было детей, там уже была целая история с Сарой, Сара не могла рожать, до 90 лет она не рожала, а в то время уже это было почти тогда, когда люди уже перестали жить по тысяче лет и рожать детей до 600-500 лет. И тогда явился Всевышний, говорит, Аврааму. Аврааму было уже около ста лет, у тебя родится сын. Но до этого он ему сказал, что это в нашей параше сегодня, он велел Аврааму совершить обрезание. Аврааму было 99 лет, а еще до этого сказал Всевышний Авраам, тебя больше не будут называть Авраам, тебя будут называть Аврагам. Авраам, он ему добавил букву Гэй, а твою жену Сару, Сарай, больше не будет Сарай. Тебе мы прибавляем Гэй, а у нее мы убавляем Юд, мы меняем ее Юд на Гэй, у нее будет Сара. А так она была Сарай. Почему и как, мы еще будем об этом говорить. Но это раскрыло им, это перевернуло все, от чего они зависели. Это поменяло наверху всю структуру относительно их. Так насчет Авраама, ясно написано, для чего он ему прибавляет вот эту букву Гэй. «Потому что я тебя восстанавливаю как отцом многих народов». «Ав амон гоем на татиха» «Я тебя ставлю отцом очень многих народов». «Как он все это воспринимал бы?» «Если мы вдумаемся в поведение Авраама, начиная от того, что к нему приходится вышли и говорить ему, уходи, иди себе». «Куда идти? Как? Без всяких предисловий? Откажись от всего». Авраам, он был частью этого. Он знал, что так нужно, что это правильно. Он бы сам выбрал этот путь. Мы же знаем, что Авраам, потом у него будет еще одно испытание, десятое, что ему велит Всевышний велит ему принести в жертву своего сына Ицхака. А как это? После всего того, что он ему говорил, что когда Ицхак родился и так далее, благословил его и обещал ему, что Всевышний обещал Аврааму, что вот от Ицхака у тебя будет твое потомство. Это будут твои потомки. Их будет очень много. Вот как смотришь на небо и видишь звезды, ты можешь их сосчитать. Так ты сосчитаешь. Так смогут сосчитать твоих потомков. Авраам принимал это спокойно. Был один момент, когда он воспротивился. Встал, так сказать, на дыбы. Это было, когда Всевышний шел переворачивать дом и Амура, уничтожать людей. Несмотря на то, что это были большие грешники и очень большие злодеи, Авраам этого видеть не мог. Он не соглашался. Тут же вмешался и говорит, почему, как, разве это справедливо? Вернемся к тому, что написано лех лха иди вот так вот. Это на самом деле черта черта Авраама. Он тогда строил его он строил его душу. Он строил его характер. Всевышний строил его характер. И помогал ему строить этот характер. Что когда ты знаешь, что Всевышний что-то хочет, что должно быть так, так ты не жди, пока тебе укажут. Сразу иди, прежде всего, занимайся этим. И вот эта черта была у Авраама. Поэтому, поэтому у нас задается вопрос в сегодняшней главе Торы. Авраам ведь выполнял все заветы Торы и до того, как она была дана с самого начала. Тора. Почему же он себя не обрезал раньше? Почему он ждал, пока ему стало 99 лет? Пока ему Всевышний не укажет, ясно. Все остальные вещи он выполнял без того, что Всевышний ему указывал. Он знал, что это будет записано в Торы, но пока это не имеет силы. Почему же это он делал? В этом была у него необходимость. Мы об этом уже говорили. И явился Господь Абраму и сказал, потомству-то ему дам я эту страну. И построил Авраам там жертвенник Господу. И переместил оттуда к горе с востока к Бейтелю и раскинул свой шатер. Бейтел на западе, а Ай на востоке. Что такое Ай? Что там? И там он сделал, и построил там жертвенник Господу и призвал имя Господа. А что там было? Для чего надо было ставить там жертвенник? Так первые два мы знаем почему. Потому что там ему Всевышний открыл, что у него будут дети, и Всевышний сказал ему, что ты будешь властителем вот этой земли, это тебе дано. А тут что? Это же входит в землю, нет? Тут говорит Раша очень интересную вещь. А он ставил этот жертвенник не как благодарность, а как приносил жертву, как молитву, как просьбу. Что бы там не было, как будет через несколько сот лет, во время того, что когда там будет Йошуа, там целая история была, что евреи, когда вошли уже в Эрецкнан, так там был такой человек по имени Ахан, и этот Ахан взял себе что-то, что нельзя было ему брать. Они входили с войной, захватывали Эрецкнан с войной, силой захватывали, воевали, а был у них строгий-строгий запрет не притрагиваться ни к чему. Все, что есть, оставьте, не трогайте, потому что это все было связано с идолопоклонничеством. А тот увидел столько золота и столько этого, так он взял этот Ахан. Из-за этого пострадало много людей наших. Когда потом на следующий день они пошли в бой, что они должны были там однозначно должны были победить, они проиграли, их много было убито. И тогда было ясно, что что-то случилось. И начали расследование. И нашли, кто это сделал. Неважно, ее забрали все, сожгли, его наказали. Но дело не в этом. Дело в том, что тут уже Авраам все это предвидел. И он поставил тут шертвенник, чтобы вот этот, чтобы вот этот ущерб нашему народу был нанесен как можно меньше. Авраам был очень чувствителен к этому. Как мы потом видим, впоследствии Мушей Рабейну было то же самое. Мы должны знать, что все, что Тора нам рассказывает, все, что происходило с нашими предками, с нашими праотцами, это все знаки для нас, дорожные знаки. Это знаки в двойном смысле. В одном смысле, как мы себя должны вести, а второй смысл, что все, что произошло с ними, произойдет с нами тоже. Не может быть иначе. Поэтому вот так досконально нужно это изучать, потому что вот это все ждет нас. И когда мы сейчас смотрим на все происходящее, как мы видим, что это такое. это имеет большое-большое значение сегодня, в реальности нашей. Вот это поколение, которое хотели строить Вавилонскую башню, там произошло нечто ужасное. Их неблагодарность была просто безгранична. Ведь Всевышний оставил именно их и не уничтожил вместе со всеми, кто погиб в потопе. Почему? Так они вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что они остались живыми, они пошли против Него очень мощно. И строили, и строили эту башню так, что их было три. Разделились они на три группы. И каждая группа была, и у нее были другие стремления в отношении строительства и так далее. И потом они, каждая группа имела свое наказание. Одна из групп получила наказание, что она превратилась в обезьяну. Вот оттуда происходят обезьяны. от Дора Афлага, Дора Афлага. Как он тут называет Дора Афлага? Поколение Афлага. Вот это поколение, что когда они пытались строить эту башню, а потом это все развалилось. И там есть очень интересные нюансы. Во-первых, то, что они превратились в обезьян. То есть, если мы знаем, мы знаем, через через несколько тысяч лет после этого происходящего, Чарльз Дарвина откроет нам Америку, что мы происходим от обезьян. А на самом деле обезьяны происходят от человека. От человека, который вел себя как животное. И оттуда происходят обезьяны. И оттуда очень интересная вещь. Есть среди благословений, которые человек должен благословить Бога, на каждое изменение в природе, скажем, на гром, на молнию, есть особое браха, особое благословение. На каждую вещь. На цветы фруктов, когда только начинает расцветать. И так далее. Так есть, когда ты видишь такого обезьяну, ты должен благословить барух, Машане Абриот. Всевышний, будь благословен, то, что ты изменяешь, изменяешь свои творения. Ты их меняешь. До сих пор. Кто знает, почему такая браха есть? Потому что он поменял, он изменил. Изменил был человек, стал обезьяной. Во-первых, во-первых, родился его сын Ишмаэл, и его сыну Ишмаэлу, он тоже хотел, чтобы его благословил Всевышний, и даровал ему очень много, и он так это сделал. Оттуда берутся сегодняшние мусульмане, дети Ишмаэла. Мы вынуждены это знать. И они, они происходят тоже так же, как мы, от Авраама. Но как, как эта вся история вот сегодня, она здесь написана у нас. У нас написано, что, вот в Торе сейчас написано, что десять лет жил Авраам с Сарой, и у них не рождались дети. И тогда Сара пришла к Аврааму и говорит, «Слушай, у меня вот есть моя рабыня, Хагар, возьми эту рабыню себе в жены, и она тебе родит ребенка, это будет на мой счет». И Авраам согласился взять ее. Ну, он сделал ей геюр, естественно. И потом, какова история была у этой девушки? Она была дочерью фараона. Она была очень красивая, очень эрудированная. А Сара была вообще не сравнимо выше ее во всех смыслах. Была и по красоте, и по всему. Так она очень хотела попасть в дом Авраама. Даже, так она просила отца, она воевала с ним, «Отпусти меня, я хочу идти». «Так зачем он тебя не возьмет? Вот ему нужна. Я буду его рабыней». «Рабыней? Рабыней? Да, мне лучше быть рабыней Авраама, чем быть здесь замуж за какого-то герцога». И так она и поступила. Он дал согласие отец. И она пришла к Аврааму и стала рабыней у Агара, у Сары. Ну, и когда все было оформлено у Авраама, он побыл с ней. И с первого раза она уже забеременела. А Сара жила десять лет и не беременела. И вот тут заговорились вот эти гены. Заиграли гены. Она вдруг... Ее гонор поднялся. Поднялся ее гонор, и она вознеслась и начала... Как повел себя Авраам? Он, когда... После этого, когда уже родился Ишмаэл, она... Сейчас она убежала от Сары. Она не выдержала вот сейчас, да? Вот в тот момент, что она пошла к верху. И Сара стала ее угнетать. Вот вы сказали, что она сглазила ее, да. А потом стала ее просто доставать. И у нее не хватило сил. Она все-таки была принцессой. Она бросила все это, убежала в пустыню. А там ей сказал, ангел, вернись. И мучайся под игом, дескать, Сары. А потом... А потом у тебя все будет хорошо. И она вернулась. И тогда был у нее выкидыш. А потом она забеременела еще раз. Это открытым текстом написано, что она забеременела еще раз. И от этого произошел Ишмаэл. А Ишмаэл, он тоже был очень безобразный человек. Разбойник в пустыне. А в конечном итоге Ишмаэл сделал Чуву. А Исаф, что он был потомок Абраама со стороны Ицхака, он был внуком Абраама и внуком Сары. Он не сделал Чуву. Несмотря на то, что он считается евреем, а Ишмаэл – Гоем. Но это такой Гой, как должен быть Гой. Сейчас вот эти две главы, что мы учили – Брайшит и Ноах. Обратите внимание, что там нет никакой разницы, никакого отделения между иудейской религией и всеми народами. Все должны поклоняться одному Богу. И все, что… Все заветы Ноаха, мы их находим только в Торе. Они отдельно не могут их изучать. У них нет на это права. Если они будут выполнять семь заметов Ноя, потому что вот так им пришло в голову, или потому что так их научил кто-то, не потому что написано в Торе, то им не сдобровать. А мы, с другой стороны, должны также к ним относиться, что они часть наша, часть из нас. Что за часть? Без них не может быть, мы не можем быть. Без них мы не можем быть так же, как мир не может быть. Как мы не можем быть… Всевышний создал мир и вдруг скажем, чтобы не было океана, или чтобы не было воды, или чтобы не было гор, или чтобы не было лесов. Это не может быть. Это часть создания Всевышнего. И все вместе должны служить Богу. И вот совсем очень скоро, буквально чуть ли не каждый день сейчас откроется все это. И будет Мессия, будет Мушиен, Боизрат Ашем. Он нам все это покажет. И на эту пору написано, что мой третий храм будет служить дома молитвой для всех народов вместе. Все народы будут туда приходить и приносить жертвы. Не, что это еврейский только храм был. Продолжение следует...